приветствую вас дорогие рукодельницы рукодельники мальчики и девочки вы на канале в гостях у елены сегодня у меня видео плейлист рукоделия сегодня не хотела показывать это покрывало я на артема кровать новогодние шью и смотрите хотела просто быстро быстро ну ладно я шью из вот такого новогодний из фланели ткань новогодняя очень красивая чтобы вот тут долго вам ничего не разъяснять показывать я лучше потом на маленьком кусочке все равно нужно мучки шить одеяльца для кухни ой простите для куклы я обязательно покажу здесь я буду шить совершенно другим способом не как я арсению шила арсению мне очень сильно захотелось шить так как шила я маленьких маленькие шила для своих маленьких деток и вот синтепон сотка вот не сильно толстая но ни к чему вот в одну я буду можно в 2 я в 1 в общем вот так вот заказывала я на вал бересе очень много свое время по моему по 170 рублей летом по моему это было у меня еще один огромный рулон вот да давай быстро слазит туда сейчас я все это разглажу обязательно это нужно чтобы ровненько никаких защипов чтоб не было и будут стегать буду стегать одновременно сверх вверх вниз и плюс еще а синтепон посередине а потом сделаю бейку вот у меня тут буду я нарезать бейку все все очень просто но все очень красиво будет мне захотелось шить как бабушка а то как шила и раньше повторюсь я еще руками шила просто руками это тоже получается красиво только долго и хлопотно но мне было огромное удовольствие у меня вот такая вот машинка от бабушки была она и сейчас есть вот но я вообще руками шила маленькие покрывальца вот на кроватку на креслице я шила тоже и мне захотелось ему чтобы была такая вот память вот именно так я и показала как мне показала мама просто без всяких заморочек сшить вот и женщина написала там что я шить не умею шить я умею скажу вам потому что кто не умеет шить он вообще не шьет а я простите уже очень много вещей показала которые я шила вот другое дело что я только начала на такой супер машинки шикарной вот машинки и хочу вам сказать что на моей машинке на последнюю модель новое в этом году мне дети подарили есть все и вот эти вот зигзаги о которых вы говорите вы думаете мне не хватит пальчика вот своего до или ума нажать на зигзаги эти и чтобы машинка сама его строчила конечно же это все есть у меня но мне тут же написали я не умею шить вот попробуйте прошить бейку зигзагом мне не нужно было никакого зигзага там я в видео об этом говорю что я сделала самый простой и видео называется зигзаги не нужны вот эмаль просто может кто-то посмотреть уже была там девушка который только начинает шить и это очень с этого она и начнет писала то есть я показываю все что я умею а уж простите меня научиться не так уж и сложно нажать на кнопочку на машинке чтобы она мне вот с краю здесь бейку зигзагом прошила просто на этой модели мне не нужно было видео об этом я говорю конечно на всех каналах я читаю кучу учителей да и вроде как пишет я вас не обижаю не обижайтесь но тем не менее вам скажу что вы шить не умеете вот так что вижу я как девочки отвечает на такие комментарии и я попробовала ответить одной я показываю то что я умею да вот это самый простой вообще простейший это тоже я шила такой мама меня этому учила она всегда шил такие одеяла и покрывала нам она и вязала и шила и вышивала такие вещи просто слов нет так что сейчас вам покажу ну что я скрепила и буду прострачивать вот так вот по краю а здесь я оставлю вот такой вот кусочек чтобы потом вывернуть покрывала и покажу вам дальше потом что буду делать так ну что ж я прострочила затем надо срезать на 0 5 сантиметров край и уголочки по всему периметру здесь вот я куда вот через какую часть я буду выворачивать одеяло я оставила потом покажу что буду делать дальше сейчас выверну и так смотрите какая красота какое покрывало будет новогодние еще хочу сшить наволочки на подушке красные и зеленые наверное скорее всего так так ну все вывернула я теперь нужно аккуратно поправить нет она сразу же получается и теперь можно стегать вот такие полосы я лично вот таким образом буду просто полосками не буду какими-то всякими разными треугольничками что-то такое вот тут она ни к чему потому что сам материал красочный все остальное что я буду делать здесь она ни к чему я буду строчить как я уже и начала красными нитками и это получится очень красиво а можно допустим если стегать квадратиками то можно вот так красными вот так зелеными тоже будет очень красиво потому что акцент здесь больше всего на елочки да и смотрите какие медвежата зайки кто тут еще пингвинята мой такая прелесть вообще очень красивые медведи такие медведи мишурой обмотаны и такие огнями огнями на и елочки еще золотые есть зеленые и красные снежинки в общем очень красиво поэтому ничего больше делать здесь не буду это я на артем кровать буду ну в общем что у меня получится я вам конечно же покажу ну что же все прикрепила начертила себе линии чтобы было ровненько буду красными нитками до пришивать я уже вот видите у меня уже строчка есть прошила одну да вот как у меня вышло это тыльная сторона это лицевая сторона валиком вот так вот скручивая уже вам показывала как и арсении покрывала шила точно так же и ручками придерживаю очень хорошо вот здесь это правой рукой типа веерочек так делайте рукой пальчиками вернее а здесь вот в левой рукой чуть-чуть подтягивайте сильно подтягивать не надо потому что строчка будет внахлёст вот швы будут некрасивые слегка тогда чтобы все разгладить и вот по сторонам мне писали там что нужна лапка специально она у меня есть для стежки но я тоненький синтепон и у меня прекрасно получается без этой лапки а вот буду шить уже толстой конечно я ее покажу у меня она в наборе у машинки была машинка моя вот она некий самая последняя модель 205 d я там написала в прошлом видео только вышло недавно видео о покрывала который я шила арсению я там написала номер машинки как-нибудь сделаю обзор все не хватает времени на все потому что много снимать и то и то и то но конечно же по 10 видео в день ты не будешь выпускать правильно итак я сейчас про строчу значит начинаю с середины сейчас вот сюда и туда вправо потом отсюда свернул снова и начну с этой стороны в общем прошивать стежку делать ну что ж друзья я вот сюда именно на эту кровать и шила вот это покрывало видите какое оно я специально вот от этого конца вот до следующего конца измеряла вот прострочила вот у меня такая строчка прострочила здесь я разгладила как я вам уже говорила вот зачем здесь мне еще вот эти стежки как на для арсения для маленького не надо вот вы все и я так вот ему и сюда и его это покрывала и постелила но я все равно говорю что то еще сделаю может быть какой-то тогда если стежки нет какой-то какую-то красивую бегу еще приделать а так вот смотрите какая красотой видите не я разгладила и ни одной полоски от стержня не бойтесь это замечательная краска там я не знаю что там какая-то но она смывающая вот так выглядит это полуторка но она евро какая-то полуторка кровать необычная полуторная кровать детская на не детская на подростка в общем вот так там подушки будут здесь вот тоже у меня прилично вышло ну вот он аж там сколько видите чтобы вот эти вот подушки расставить получается тоже очень даже хорошо в общем что я из с этим покрывалом еще сделай обязательно вам покажу но наволочки подушки одела я наволочками из магазина василек если вы помните это лав весна это лен вот это лен такой настоящий такой вот грубый лен такой ну как грубый вы поняли что я хотел сказать потому что у меня в спальне моей полу лен так сейчас секундочку вот и вот на эти две подушки я хочу сшить наволочки одну красную другую зеленую нечистую может быть какой-то материал найду у себя там посмотрю если что вашим одним словом такие мои задумки а что будет то будет а а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok